Добрый день, уважаемые коллеги! Мы, как и планировали, сегодня проводим итоговую пресс-конференцию, посвященную уходящему году, году, который в Ленинградской области проходил под двумя знаками. Это год семьи и год экологии, но перед тем, как приступить к общению, я хотел бы вернуться к теме, которая сегодня, к сожалению, звучит во всей стране. Сегодня в нашей стране объявлен траур по погибшим в результате авиакатастрофы на Черном море. Горе пришло в 92 семьи. Это и военнослужащие, и творческие работники, и ваши коллеги-журналисты. Многие из них вам знакомы. Я думаю, что точно, как и мне, так и вам, знаком Антон Николаевич Губанков. Мы его все с вами знаем давно. Он работал в органах власти и Санкт-Петербурга, в Московской области, затем в Министерстве обороны Российской Федерации. Достаточно активно работал на всех должностях. Очень прост был в общении. И не случайно, что многие его называли безотчество. Антон и в журналистской среде, и в нашей среде, и в среде чиновников. И есть ваши коллеги, кто работал на телеканалах, в активной журналистике. И, конечно, очень трагично и больно, когда вот так жизнь обрывается неожиданно. Я предлагаю перед началом конференции почтить память погибших, минуты молчания. Спасибо, коллеги. Я постараюсь кратко подвести основные итоги года и сказав о тех достижениях, которые у нас есть, остановлюсь и на проблемах, которые у нас есть. Мы стараемся эти проблемы не скрывать. Уж лучше мы о них будем говорить вместе с вами открыто, чем будем, так сказать, пытаться это все каким-то образом дезвалировать. Всегда начинаем обычно с финансового блока. Мы, заканчив 16-й год, видим, что для нас он оставался годом роста, хотя и умеренного роста, можно применить такой термин. Наши налоговые и неналоговые доходы выросли более чем на 3% по сравнению с 2015 годом. Хотя мы ожидали больший рост, но мы, как и другие регионы, потеряли часть доходов из-за снижения поступления налога на прибыль, что ожидаемо было. Но, тем не менее, в целом, за счет, прежде всего, налога на имущество, налога на доходы физических лиц и неналоговые доходы, мы все-таки получили, в отличие от большинства субъектов Российской Федерации, умеренный рост. В то же время у нас росли расходы. Мы запланировали себе рост расходов на 16%. Ожидается, что все-таки рост расходов будет чуть ниже. Мы в целом ожидаем исполнения бюджета по расходам на 95-96%. Традиционно мы не выходим на 100% по ряду объективных и субъективных причин, на чем я становлюсь ниже. Если говорить о структуре государственного долга, то мы его значительно сократили. Сегодня у нас госдолг остался фоновый. То есть мы сегодня входим в первую десятку субъектов Российской Федерации с самой низкой долговой нагрузкой. И пока мы не планируем значительных заимствований на финансовом рынке и на 2017 год. Мы остаемся социально ориентированным бюджетом. 60% общих расходов направляется на социально-культурную сферу. Мы закончим год около нуля. Мне сегодня трудно знать точную цифру, будет ли это профицит, либо это будет какой-то там фоновый дефицит. Но, скорее всего, мы прогнозируем, что цифра будет в районе нуля, может быть, с небольшим профицитом бюджета. Мы видим, что у нас растет уровень бюджетной обеспеченности на одного жителя. По этому показателю мы являемся одними из лидеров Российской Федерации. Мы четко видим, что у нас в этом году будет рост индекса промышленного производства. И, конечно, он будет не такой большой, как это было за 9 месяцев. Сейчас ситуация меняется. У нас снижаются темпы роста промышленного производства. Но это не потому, что мы стали хуже работать, а потому что в прошлом году, где-то начиная с сентября, мы начали увеличивать темпы роста промышленного производства, выправляя ситуацию, которая у нас была в начале года. У нас растет среднемесячная заработная плата. Она вырастет, ожидаемо, на 6,5%. И мы будем одним из многих регионов, где не упадут реальные доходы населения. Они даже увеличатся, но, скажем так, менее чем на 0,5%. Но, тем не менее, на 0,5% они увеличатся, что в этой ситуации неплохо. Мы сегодня четко понимаем свою стратегию. У нас заложено несколько приоритетов. Это промышленность, сельское хозяйство, транспорт, образование, здравоохранение, комфортная городская среда. И по этим направлениям мы работаем. Например, один из первых наших проектов, приоритетных, индустриальное лидерство. Мы сформировали план по импортозамещению, который сработал в этом году. И уже 57 проектов у нас реализуются, исходя из этого плана. И плюс 22 еще проекта в стадии реализации. В целом, я хочу сказать, что у нас растут инвестиции. Причем инвестиции у нас изменились. У нас инвестиции больше растут за счет российских инвесторов, а не зарубежных инвесторов. Тем не менее, удивительно, но в общем объеме вау регионального продукта Ленинградской области, который также в этом году вырастет, 50% дает предприятие с участием иностранного капитала. Это самая высокая цифра по Российской Федерации. И мы сегодня получили инвестиционный рейтинг мировых агентств, это Standard & Poor's, Fitch Rating на уровне лучших Российской Федерации. В целом, мы считаем, что если бы не санкции, а те санкции, наш бы рейтинг экономический был бы на уровне развитых стран европейских. Это четко мы для себя такую оценку даем. Пока мы понимаем, что есть определенное занижение из-за в целом ситуации, скажем, внешнеполитической. Я хочу сказать, что несмотря на то, что мы лидеры, по многим показателям, в том числе по снижению административных барьеров, мы выпали из первой двадцатки, правда, недалеко, по показателям агентства стратегических инициатив, по эффективности привлечения инвестиций и в целом развития экономики. Но при этом по отдельным показателям мы традиционно входим либо в первую тройку, либо в первую пятерку. Ну а самое основное для нас показатель, потому что мы достаточно скептически относимся ко всем рейтингам, которые есть, многочисленные, хотя вы знаете, что и губернатор, и правительство неплохо в этих рейтингах смотрится, но мы к ним относимся с определенной долей скептиза. Для нас был очень важен рейтинг, это рейтинг, за который платят деньги. Это рейтинг, который подводит каждый год Министерство финансов совместно с правительством Российской Федерации по выполнению основных показателей социально-экономического развития региона, за которые платятся премии. Так вот, мы вошли в первую тройку, получили 350 миллионов, но для нас это очень важная оценка. На моей истории мы второй раз получаем денежную премию, первый раз мы премию получили в 2014 году, второй раз премию получили в 2016 году. Мы надеемся, что эта тенденция хорошая сохранится. Я хочу сказать, что мы сегодня уже не чувствуем себя младшим братом или сестрой Большого Петербурга. По целому ряду экономических показателей, особенно в расчете на одного жителя, мы вышли на уровень Петербурга, а по достаточно большому количеству показателей мы уже обошли Петербург. И более того, мы видим, что у нас есть очень хорошие резервы для роста, и я думаю, что эти резервы для роста мы будем использовать и в 2017 и 2018 года. Гораздо сложнее ситуация у нас обстоит по двум направлениям. У нас остается тревожная ситуация в автопроме. Это связано с целым падением по России спроса на автомобили, но мы его прогнозируем как синусоидный. Мы рассчитываем, что ситуация будет в 2017 году выправляться. По крайней мере, сегодня Ленинградская область вошла в первую тройку регионов по темпам, опять-таки, по ростам темпам привлечения населения автокредитов для приобретения автомобилей, что нас не может не радовать. И вторая отрасль, где у нас есть падение ВРП, это агропромышленный комплекс. Несмотря на то, что мы остаемся лидерами России, мы первые по производству яиц, продуктивности коров, вторые по производству птицы, третьи по производству форелей, пятые по производству молока, третьи по производству, значит, в целом мясопродукции. Тем не менее, за счет очень сложного в климатическом плане года мы получили общее количество осадков больше, чем за всю историю наблюдения. За Петербургской губернией Ленинградской областью у нас идет падение почти на 5 миллиардов объемов производства продукции сельского хозяйства растеневодства. Мы не добрали ни валовое производство картофеля, ни валовое производство овощей, ни зерна. И, к сожалению, мы ничего не могли здесь сделать, у нас просто техника не входила на поля. И вот здесь мы признаем, что, к сожалению, мы пока еще не готовы эффективно работать именно по растеневодству в зоне рискованного земледелия. Хотя по остальным, там, где все касается закрытых площадей, мы научились работать, в том числе у нас очень серьезный рост. Мы, опять-таки, из лидеров России по росту объемов овощей закрытого грунта. И по производству, например, рыбы мы почти в три раза по сравнению с 2012 годом нарастили объем производства свежей рыбы. Но это понятно, что здесь нам помогли антисанкции, и нам есть куда расти. Для нас остаются проблемными вопросы экологии. И весь год прошел под флагом в экологии борьбы с закрытием полигона Красный Бор, с борьбой, значит, вокруг защиты лесов Санкт-Петербурга и в целом по, значит, вопросам использования лесов. И здесь мы долго с прокуратурой, с Народным фронтом изучали, что же такое жук-типограф или в простонародье караэт. Значит, смотрели, правильно ли мы там зачищаем леса или не зачищаем, и что у нас происходит, и куда мы двигаемся. И, тем не менее, в год окружающей среды Ленинградская область не только войдет как область с наилучшими показателями, например, в управлении лесами. Это действительно так. Мы не самый лесной регион, мы на втором месте по получению доходов и по выращиванию различных, значит, культур для озеленения в Российской Федерации. Но у нас продолжают создаваться и особо охраняемые природные территории, и у нас сегодня более полутора тысяч договоров по аренде участков лесного фонда, и мы являемся самым лучшим показателем по лесовосстановлению. Я думаю, что и по обороту с отходами в следующий год будет для нас переломным. Мы, конечно, не ожидали, что еще на год отложат решение о введении регионального оператора по обороту с отходами, хотя мы одни из первых в России разработали схему по обороту с отходами. Но я надеюсь, что те наработки, которые сегодня уже у нас есть, и те потенциальные партнеры, в том числе серьезные партнеры Таростех, которые мы хотим привлечь к этой работе, позволят нам и здесь навести порядок. Как мы, в принципе, подновили уже порядок с нашими несанкционированными свалками, с нашими карьерами и со многим другим. Хотя и здесь, вы знаете, что проблемы остаются. Я хочу сказать, что для нас был очень важен уходящий год, не только как год семьи Ленинградской области. Для нас было очень важно, чтобы мы в этот год отработали очень серьезно по принятию целого ряда законов для поддержки семьи Ленинградской области, как полных семей, так и неполных семей, как многодетных семей, так и семей с приемными детьми. У нас с 1 мая этого года заработал единый выплатной центр, который, кстати, очень много снял вопросов по социальным выплатам. Мы вышли на проект социального кодекса Ленинградской области. Это будет первый социальный кодекс в России, который будет рассчитывать, исходя из принципа нуждаемости. И для нас, конечно, очень важно стало открытие герметологического центра, первого в Ленинградской области, а еще мы хотим открыть три таких центра и многое-многое другое. Я в целом хочу сказать, что для Ленинградской области этот год был успешен в плане социальной поддержки населения. Мы не только не сократили социальную поддержку, мы ее нарастили до 7,5 миллиардов рублей. И сегодня мы четко видим, что все социальные обязательства, которые мы на себя брали, мы исполняем. Более того, мы приняли ряд новых законов, которые дополнительно направлены на защиту как детей, так и взрослых, так и многодетных семей, в том числе, включая и бесплатное приобретение транспорта для многодетной семьи. Мы сегодня четко для себя понимаем, что у нас созданы все возможности для привлечения социально ориентированных НКО, представления услуг социального обслуживания. И мы уже в этом году впервые пошли на эксперимент, когда НКО мы привлекли не только для так называемых домов престарелых или домов ухода, но и для психотеологических интернатов. У нас первый заработал такой интернат в Гатчинском районе. Мы хотим также НКО привлекать для других районов. В целом мы хотим выйти на цифру с 2017 года 50%. Это очень хороший показатель. Из проблем их отрасли я остановлюсь на здравоохранении. Мы видим по опросам населения, что это самая критикуемая сегодня отрасль в Ленинградской области, хотя хочу сказать, что и здесь есть определенный прорыв. Во-первых, у нас самый низкий показатель младенческой смертности в Российской Федерации. И мы вышли на... и у нас даже он лучше, чем в Европе. И мы этим гордимся. Но здесь очень много нам еще предстоит сделать. Мы сегодня наконец убедили население о том, что необходимо прививаться. И у нас уже 40% населения, это тоже европейский показатель, пользуются различными видами прививок от различных заболеваний. А самое главное, что мы приняли программу реновации объектов здравоохранения. И эта программа рассчитана на 5 лет. Ежегодные вложения в эту программу по миллиарду рублей. Например, только в сентябре этого года мы открыли поликлинику в Амге, Путилово врачебную амбулаторию, отделение Центра общей врачебной помощи в Кудрово, врачебную амбулаторию в Новоселье и многое-многое другое. Самое главное, что мы стали возрождать приемные отделения, неотложные помощи при наших больницах. Это альтернатива госпитализации по скорой помощи, когда любой больной, даже с острой болью, с какой-то травмой, может прийти в это отделение и получить квалифицированную медицинскую помощь. И не просто квалифицированную медицинскую помощь, но еще и в ускоренном порядке провести его обследование, для того, чтобы принять решение, он нуждается в госпитализации или, может быть, уйти на стационарное лечение. Наверное, самым главным итогом все-таки стало снижение смертности. Общее снижение смертности по Ленинградской области. И в то же время мы видим, что по этому показателю мы остаемся отнюдь не лидерами Российской Федерации. Нам есть на что работать. Основные задачи, которые ставим в 2017 году, это открытие перинатального центра в Гатчине, это открытие детского хосписа в Токсово, это строительство целой сети амбулаторий и ФАПов по поселениям Ленинградской области. И мы впервые в этом году начали эксперимент. Ваша скорая помощь, неотложная скорая помощь, совместно с частными инвесторами, в рамках государства частного партнерства в четыре района приходит этот эксперимент, в том числе в Ломоносовский район, где дополнительно к нашим автомобилям скорой помощи будет работать еще, например, в Ломоносове пять скорых помощи, которые для населения будут бесплатны. Мы же будем их оплачивать через систему госзаказа. И вот если этот эксперимент удастся, мы это будем внедрять по всем основным районам, где самая высокая плотность населения в Ленинградской области. Я не буду останавливаться на проблемах образования. У нас там из всех проблем остается проблема с детскими садами во Всеволожском районе, но не случайно. Мы четыре новых детских садика открыли буквально в декабре, еще откроем два после Нового года и рассчитываем все-таки до конца 2017 года в основном напряг по этой проблеме во Всеволожском районе, в городе Всеволожск снять. Для нас очень важен следующий год, как год 90-летия Ленинградской области. Не случайно мы уделяем внимание нашей истории и нашей культуре. Мы продолжим и реставрационные работы, мы продолжим и заниматься сохранением памятников культурного наследия. Наверное, как залог этого, это создание и начало работы 1 февраля следующего года управления по охране, реставрации и контролю за использованием памятников в Ленинградской области. Это управление будет в виде госучреждения, уже определена штатная численно, 41 человек. Спасибо, я готов дальше уже, наверное, отвечать на вопросы. Вопрос мой касается достаточно амбициозного проекта для региона, аэропорт Сиверский. Есть ли какая-то динамика сейчас в переговорах с инвестором, первоначальным Евросибом, и Вы говорили о том, что проявили интерес к этому проекту и инвестиционные фонды, и Швейцарии? Не оставили ли они свой интерес и проведутся с ними какие-то сейчас обсуждения и приговоры по этому вопросу? Я хочу сказать, что для нас этот проект остается одним из возможных приоритетных проектов Ленинградской области. Почему я говорю «возможным»? Потому что здесь все-таки нужно делать ряд оговорок. Мы до сих пор не получили заключение ФАС. Мы получили письмо мнения от коллег из Санкт-Петербурга, от губернатора Георгия Сергеевича Полтавченко. Но хочу сказать, что по мнению юристов и специалистов мы вполне можем сегодня развивать авиацию в Ленинградской области. Ничего нам для этого не мешает. Другое дело, что все-таки мы хотели бы получить твердые гарантии от инвестора. Пока твердые гарантии от инвестора мы не получили, хотя мы продолжаем совместно с ДСАФ выполнять взаимные обязательства. В том числе мы взяли на себя обязательства в Скворицах, аэродром, который необходим для военно-спортивной подготовки молодежи, финансировать за счет средств бюджета Ленинградской области. Мы это будем делать. Также мы продолжаем переговоры с Министерством обороны о передаче части зданий, расположенных вокруг аэропорта Сиверский, в областную собственность. И также мы продолжаем переговоры с Евросибом. Евросиб пока на словах заявляет об интересе к этому проекту, продолжает заниматься и тратить деньги на предпроектные разработки. Но я понимаю так, что они тоже ищут свои партнера на Западе, либо на Востоке для того, чтобы привлечь финансирование. Проект все-таки большой и достаточно амбициозный. Мы его продолжаем видеть, как проект все-таки прежде всего для грузовой авиации и компании лукостеров, которые будут недорого перевозить пассажиров. И не видим в нем альтернативу питерскому пассажирскому аэропорту, который работает как коммерческий аэропорт, за достаточно хорошие деньги обслуживает самолеты и доставляет пассажиров. Мы немножко видим другой аэропорт, абсолютно более простой, дешевый, я бы даже сказал, более примитивный. Как пойдет проект, мы будем понимать по итогам первого квартала, потому что у нас запланирован ряд встреч, после которых мы уже сможем более четко дать оценку этого проекта. Следующий год юбилейный для Ленинградской области. Подскажите, пожалуйста, какие мероприятия запланированы, каким образом будут отмечаться? Да, действительно, следующий год для нас год юбилейный, 90 лет Ленинградской области. Основные мероприятия пройдут у нас в городе Гатчино. И мы планируем, что в городе Гатчино мы проведем серьезные инвестиции, не только на реставрацию памятников, которые находятся в городе Гатчино, а это и, значит, Приорадский парк, это и Круглая Рига, это и, значит, многие другие памятники, но мы в то же время и вложим деньги в благоустройство города, инженерную инфраструктуру. Мы уже выделили деньги и планируем до конца года провести сделку, выкупить у профсоюза стадион «Спартак», который находится в центре города Гатчино, начать его реконструкцию. И, возможно, в следующем году первые комитеты правительства Ленинградской области переедут на постоянную дислокацию в город Гатчино. Мы все-таки не оставляем за собой цель поэтапного перевода ряда органов власти и управления в город Гатчино. Мы не говорим, что Гатчино станет столицей Ленинградской области, для этого очень много еще нужно делать, но то, что мы часть своих подразделений будем туда переводить, это, скорее всего, так. Мы продолжаем переговоры с Министерством обороны, но они идут тяжело и, на наш взгляд, может быть, и не очень понятно для нас, потому что мы просим освободить Министерство обороны от ненужных затрат, содержать пустые здания и сооружения, передать нам целый ряд комплексов зданий в Гатчино, для того, чтобы мы могли их отреставрировать и там также разместить наши учреждения. Мы также планируем провести целый ряд мероприятий, направленных на освещение истории Ленинградской области и вообще Ленинградской земли. Это будет и выпуск книг, и фильмов, и проведение различных массовых мероприятий, в том числе реконструкции. Это и открытие ряда новых памятников, в том числе, например, музея 3D-диорама прорыв блокады Ленинграда, и реставрационные работы в Выборгском районе и многое-многое другое. Я хочу сказать, что мы сегодня четко для себя понимаем, что для нас очень важно, чтобы этот год был переломным именно как год сохранения нашей истории и наших памятников, потому что мы видим, что сегодня остаются вопросы, особенно у города Выборга, у Выборжан, там, где находится очень большое сосредоточение памятников по их реставрации. Мы разработали совместно с Межурным банком реконструкции и развитие очень серьезную программу по Выборгу. Это и реставрация Выборгского замка, и парка Монрепо, и квартал Солберга в Выборге, в том числе, куда входит и часовая башня, и многое другое. Но при этом мы будем и реставрировать Екатеринский собор в Кингисеппе, и усадьбу Демидово в Тайцах, и ряд других знаковых, значит, усадьбу Набоково, и ряд других знаковых объектов, которые являются лицом Ленинградской области. И я вообще хотел бы пригласить вас, средства массовой информации, стать нашими партнерами в освещении всех мероприятий, которые будут проходить в год 90-летия Ленинградской области. Это юбилейный год, это, конечно, не столетие, но такая будет серьезная репетиция перед столетием. Мы приглашаем и наших серьезных партнеров, это и Газпром, и Октябрьскую железную дорогу, и Сургутнефтегаз, и другие крупные компании для того, чтобы они также с нами работали и вместе с нами проводили основные мероприятия. Я думаю, что будет интересно. Еще раз хочу сказать, что финансовые итоги года позволяют с оптимизмом смотреть, в том числе, на программу подготовки 90-летия. Надеюсь, что все у нас получится. Говоря о нашем городе, вы несколько раз упоминали о необходимости создания у нас структуры от департамента охраны памятников. Ну, может быть, несколько человек, которые были бы на месте и на месте контролировали ситуацию. И вот у нас скоро вы уже назначили советника по территориям, и будут ли в команде советника люди от департамента структуры памятников. Охраны памятников, извините. Спасибо. Ну, действительно, Выборг – это первая территория, где начнет работать система представителей правительства Ленинградской области по округам. И Выборгский район и Приозерский район входят в Северный округ. Там уже назначен советник губернатора, который будет координировать деятельность специалистов, чиновников правительства Ленинградской области, которые будут сосредоточены там на местах. Это Караванский Александр Игоревич. У него не будет своего штата. Просто мы не отказались от идеи, когда все комитеты и управления Ленинградской области, кто имеет специалистов, закрепленных за территориями, должны иметь этих специалистов непосредственно на территории. Если говорить конкретно, то при создании до 1 февраля управления по охране, реставрации и контролю за использованием памятников, за Выборгом будет закреплено два специалиста этого департамента. Они будут непосредственно находиться в городе Выборге, они будут непосредственно отвечать за Выборг и Приозерск, они будут в оперативном подчинении находиться у моего помощника, но они будут числиться в этом управлении, зарплату получать в этом управлении. Точно так же, как, например, дорожный инспектор, он будет отвечать за контролем качества проведения ремонта дорог и содержания дорог в городе Выборге, Выборгском районе, и еще один инспектор отвечать будет за Приозерский район. Они будут в оперативном подчинении находиться у моего помощника, но числиться в комитете по дорожному хозяйству и так далее. Таким образом, там примерно общий штат будет порядка 30 человек, это представители различных комитетов и управления правительства Ленинградской области, которые будут работать на месте. Это такой будет эксперимент на выживаемость, потому что специалисты, которые сегодня являются жителями Санкт-Петербурга, они должны будут либо ездить на работу Выборга, либо искать себе другое место работы, но для нас это тоже очень хорошая возможность, все-таки жителям Ленинградской области, особенно активным жителям Ленинградской области дать возможность поработать на конкурсной, естественно, основе в органах власти и управление Ленинградской области. Мы уже подобрали помещение, пока это в одном из бизнес-центров Выборга, но мы готовы взять под себя одно из зданий, мы ведем переговоры сегодня с федералами и с муниципалами, чтобы его отреставрировать, там разместить представительства. Такие же представительства у нас будут созданы еще в трех округах, и Выборг как раз это возможность для того, чтобы на Выборгской и Приозерской площадке отработать этот механизм. Поэтому еще раз завершая ответ, хочу сказать, что со февраля два инспектора на Выборгский район появятся, которые будут непосредственно находиться там, в городе Выборге, отвечать за сохранность использования и реставрацию памятников. Добрый день, Александр Юрьевич, если позволите, у меня два вопроса. Первый по поводу, вот вы сказали, тяжелой ситуации, ну непростой ситуации в агропромышленном комплексе. Хотелось бы узнать, все-таки определилось ли правительство с мерами поддержки, которая будет оказана аграриям, которые больше всего пострадали из-за вот этого неурожая. И когда она будет оказана, то что многие фермеры говорят о том, что помощь нужна уже сейчас, потому что нужно закупать удобрения, семена. Вот. И второй вопрос, если позволите, скорее даже не вопрос, а просьба. Как раз она касается темы года семьи. На днях снимали историю семьи во Всеволожском районе, там очень тяжелая ситуация. Глава семьи Сергей Шершнин на днях, несколько лет назад женился на иностранной гражданке из Мьянмы, вот, перевез сюда. Но здесь возникли проблемы с управлением документов, в частности, усыновлением ребенка. Там процедура шла через суд. И, в общем, документы туда-сюда ходили, сначала пропали, потом нашлись, потом потребовали еще какие-то документы. В итоге, пока они вот туда-сюда все отправляли, истек срок давности. Вот. А в результате сейчас ребенок, получается, он как по визе и не может ходить в школу, не может получать бесплатные медицинские услуги. Вот. Семья, получается, сейчас нужно начинать все заново. Семья утром в растерянности. И вот узнав, что мы поедем на пресс-конференцию, попросил обратиться к вам. И вот я выполняю их просьбу, если можно чем-то помочь, как-то повлиять, чтобы документы быстрее оформили. Они были бы очень рады. Спасибо. Да, извините, что мы зададим вопрос. Спасибо. Первое. По агропромышленному комплексу мы в этом году предусмотрели в бюджете совместно с Российской Федерацией помощь аграриям на различные направления, в том числе и субсидирование кредитных ставок, и дотации на производство молока, картофеля, овощей. А в сумме 4,6 миллиарда рублей. Но, учитывая сложную ситуацию, мы приняли поправку. Буквально сегодня утром, где-то в 8 утра я подписал поправки к бюджету. И мы еще по этим поправкам выделяем целевую помощь нашим аграриям как раз на поддержку тех и крупных предприятий, и небольших кричанской фермерческих хозяйств, которые пострадали в результате стихийных бедствий, мы считаем, что это стихийное бедствие, которое повлекло за собой, так сказать, недобор урожая. Но основные компенсации все-таки и крестьяне, и фермеры должны получать за счет выплаты страховых взносов. Мы предлагали, предлагаем и настаиваем, чтобы все, кто ведет, особенно такую отрасль, как растеневодство в зоне рискованного земледелия, а мы традиционно относимся к зоне рискованного земледелия, свой будущий урожай страховали. Это достаточно понятные суммы, потому что основная страховка обеспечивается за счет федерального бюджета, и тем не менее многие пытаются и крестьяне, и фермеры экономить и свою продукцию не страховать. Поэтому мы выплатим компенсацию всем, но этой компенсации точно не хватит на 100% покрытие убытков. Все-таки мы рассчитываем, что основное покрытие убытков должно быть за счет страховой премии. На следующий год мы также планируем заложить финансирование агрария, где-то в сумме не менее 5 миллиардов рублей, в том числе оказание тем крестьянским фермерским хозяйствам, которые пострадали в этом году на закупку семенного материала. Потому что понимаем, что у них, скорее всего, средств, даже после всех выплат не хватит на это, и чтобы весной они могли выйти в поле, мы им поможем приобрести и зерно, семена и картофель, и овощные семена, с тем, чтобы они отсадились, и также окажем им помощь для приобретения топлива, для техники, с тем, чтобы они произвели посадку урожая. Я думаю, вот это самая будет наша основная помощь для того, чтобы они все-таки не, смотря на сложный год, вышли на полевые работы так же, как они выходили в предыдущие годы. Что касается второго вопроса, вы знаете, все, что касается, значит, детей, особенно вопросы оформления гражданства, там, восстановления документов, а тем более, например, усыновления и дочерения, это вопросы, которые достаточно сложны, и они находятся под контролем учреждений опеки, попечительства и специальных органов, которые занимаются охраной прав в детстве. Поэтому я всегда осторожно такие вопросы отвечаю, нужно посмотреть документы и разобраться. Я попрошу, если у вас есть конкретные документы, после встречи мне оставят, я поручу своим специалистам, чтобы в персональном порядке они разобрались и помогли. Александр Юрьевич, так сейчас и получается, что в Ленобласти сложилась ситуация, которую не назовешь странной, но вот она явно неправильная. Есть исполнительная власть, есть законодательная власть, и нет секрета в том, что парламент Ленобласти в нынешнем виде вам жить не мешает, настолько, что они даже законы принимают те, которые пишете вы. То есть, если посчитать, сколько вы законов написали, сколько они написали в целом, выйдет кратное превосходство ваше. Собственно, вопрос. Вам не тяжело без фильтра? Ведь с одной стороны, может быть, вам так работать проще, с другой стороны, вам приходится думать не только за себя, но и за того парня, тем более этих парней 50. Но вообще практика в целом в законодательной инициативе, не только в России, а это практика мировая, в основном с законодательной инициативой, как правило, выходит исполнительная власть. Почему? Потому что исполнительная власть, реализуя те или иные законы, зачастую сталкивается с трудностями и в реализации этих законов, и как никто другой видит, какие все-таки правки нужно внести в закон или какие-то законы, какие нужно принять для того, чтобы регламентировать свою работу. Поэтому ничего странного нет, если взять ту же Государственную Думу, даже, например, в середине 90-х, когда там действительно наша, например, Государственная Дума была вообще разносторонней, а был период, когда вообще большинство там, например, представляли депутаты от партии ЛДПР, и такой период в российской истории современный был, то все равно с основной массой законодательной инициативы выходила исполнительная власть, то есть правительство Российской Федерации. Поэтому здесь ничего странного нет. Другое, что вы правы, что сегодня вот эта ситуация консолидации большинства у одной партии приводит к тому, что не парламентские партии, например, а их у нас очень много, вообще не получили площадку для того, чтобы высказывать альтернативную точку зрения. И не случайно мы готовимся и в первом квартале следующего года мы будем проводить реформу общественной палаты Ленинградской области. При этом мы четко понимаем, что есть федеральные законы, которые напрямую запрещают участие партии в общественной палате. То есть общественная палата, она формируется не на партийной основе, а на личностной основе. То есть в общественную палату входят конкретные личности и выдвигают этих личностей либо общественность, либо губернатор одной трети, либо депутаты одной трети. Но понимая, что мы должны дать возможность людям с альтернативной точки зрения площадку для своих выступлений и площадку для в то же время нас, где мы это мнение можем слышать, а не только в пикетах или на площади. Я, например, приму решение, я по своей квоте выставлю в общественную палату в основном лидеров так называемых композиционных партий. Более того, чтобы поддержать их работу, организационную работу, мы приняли решение, мы на 15 человек увеличиваем штат Института регионального законодательства и в этот штат мы вводим так называемых специалистов, организаторов работы общественной палаты. То есть за комитетами общественной палаты будет закреплен за двумя комитетами один специалист по образу ЗАГСа Ленинградской области, который будет готовить им разрезительные документы, который будет им готовить материалы к заседанию общественной палаты и так далее. И более того, на часть этих должностей мы также будем предлагать представителей от непарламентских партий с тем, чтобы они на постоянной основе работы в общественной палате могли, в том числе и документы, готовить те, как и позицию, как они считаем нужным. То есть мы создадим такую на базе общественной палаты площадку для дискуссий. Именно площадку для дискуссий и более того, основные наши законы, прежде чем запускать, например, в ЗАГС, мы будем запускать в общественную палату с тем, чтобы они там проходили свое тестирование. Вот, например, я бы с удовольствием в новую общественную палату, если бы она уже была, запустил бы социальный кодекс. Потому что мне удивительно, что по целому ряду вопросов, которые у меня вызывают даже сомнения или у меня вызывают внутреннюю дискуссию, а я иногда сам с собой дискутирую, это тоже нормально. Не потому что у меня раздвоение личности. Нет, сразу хочу заявить, что это не так. А потому что я пытаюсь посмотреть на вопрос с разных сторон. Вот как бы я на него посмотрел с разных сторон, так сказать, учитывая там и начиная от уровня жизни и заканчивая социальным статусом. Но вот, к сожалению, депутаты как-то пытались это сразу взять и съесть. Но нельзя так тоже, понимаете? Поэтому даже я выступил с инициативой, что мне не свойственно, что я сам его направил и сам его и отозвал. И все-таки надеюсь, что какая-то дискуссия вокруг этого закона у нас возникнет и пытаюсь, если вы заметили, даже раскачать депутатов, значит, на эту дискуссию. Поэтому вот будет такой орган сформирован, который будет дискуссионной площадкой. Я думаю, что это вот в этой ситуации лучшее, что я могу предложить. А второе, я могу только сожалеть, что большинство партий, которые есть на территории Ленинградской области вспоминают о борьбе за избирателя только когда, ну извините, как раз год подходит петуха, когда жареный петух за одно место клюнет. Вот, потому что начинает оживать, значит, тот же парнас, который там кичится тем, что они самые-самые такие демократичные. Ну вот где опять парнас на территории Ленинградской области? Ну не видно, не слышно. Но вот появится парнас, я думаю, где-то в июне-в июле, да, перед выборами по 112-му избирательному кругу. Вот здесь точно мы все с вами партии вспомним и многих лидеров российских увидим здесь у нас на территории. Но такого не должно быть, когда мы это вспоминаем, только когда наступает время выборов. Да, наиболее системно работают 4 партии на территории области. Вот они наиболее системно в парламенте участвуют. Почему одна из партий Единая Россия имеет большинство? Да потому что она более системно и работает. Она вот и сейчас продолжает там конференции проводить и какие-то там мероприятия партийные проводить. Другие опять, так сказать, просели. Особенно, например, коммунисты. Они вообще сейчас какой-то внутренней, так сказать, внутрипартийной дискуссией занимаются, причем непонятно никому, даже им. Это внутрипартийная дискуссия, но это уже их проблема. Готовьте свои предложения, кандидатур в общественную плату. Вот даю слово, что услышу и от себя направлю. Мы можем любой вопрос. Любой вопрос от вас, конечно. Любой вопрос, да. Спасибо большое. Что вам за это не будет? Ни Борки, ни Седа, ни Шашки. Александр Юрьевич, добрый день. У меня вопрос от жителей Шлиссельбурга. Они очень благодарят вас за начавшуюся очистку Молоневского канала. Она в сентябре началась, продолжается, вроде как успешно. И жители спрашивают, будет ли продолжена очистка и реконструкция других исторических каналов? Вот у нас на очереди Староладожский в следующем году. Вообще мне специалисты комитета по природопользованию сказали, что на проведение всех каналов в Шлиссельбурге требуется порядка 90 миллионов рублей. Мы договорились таким образом. Мы в этом году выделили около 20 миллионов рублей. В следующем году мы запланировали такую же сумму. И остаток работ мы проведем в 2018 году. И мы планируем до конца 2018 года очистку каналов Шлиссельбурга завершить таким образом, чтобы они оказались проточными. Там, конечно, нам, видимо, придется эту проточность в некоторых местах делать искусственно. Уже Андреев Евгений Львович с подрядчиком предлагают даже установка специальных насосов, которые будут эту воду по каналам двигать, потому что, к сожалению, у нас еще и с годами, со столетиями получился перепад высот в канале. И кое-где вот эта естественная проточность, она не работает. Мы уже это сегодня, начав работу, видим. Но то, что мы сделаем каналы, и они будут проточные, и максимально их восстановим по тот уровень, который у нас был, скажем, по задумке Петра и в послепетровские времена, мы это сделаем. И вообще у нас есть идея о том, что поэтапно, и мы сейчас, например, уже ведем переговоры с местной администрацией, принимать в областную собственность часть памятников Шлиссельбурга, особенно памятников, скажем так, регионально-федерального значения, с тем, чтобы в них вкладывать бюджетные деньги и их реставрировать. Я думаю, эту работу мы также будем продолжать. Но еще раз повторю, для нас сегодня очень важно, прежде всего, восстановить каналы, потому что это же не только экология, это еще и внешний вид, это еще и запах и все остальное. Поэтому я думаю, что эту работу мы обязательно завершим. Но в течение трех лет, еще раз говорю, мы четко понимаем, что это и 17-й год, и 18-й год. Александр Юрьевич, вы уже мелько упомянули о взаимоотношении с городом, что младшим братом себя не считаете. И означает ли это конфронтацию, коллега упомянула, аэропорту, или наоборот, впереди плодотворное сотрудничество на благо обеих регионов. И по конкретнее вы сказали, в чем-то уже город даже опережает. Спасибо. Спасибо. Но прежде всего, я хочу сказать, что у нас нет никакой конфронтации с Санкт-Петербургом. Более того, я со своим коллегой Георгием Сергеевичем Полтавченко, когда мы ездим в Москву на совместные совещания, мы ездим всегда и стараемся ехать в одном вагоне, и стараемся, чтобы места у нас были рядом. И мы, как два добрых друга, по дороге разговариваем, и причем, как правило, не на служебные темы, понимая, что для этого у нас есть другое время, мы просто общаемся. Поверьте, если бы у нас была конфронтация, мы бы ездили не только в разных вагонах, но еще и в разных поездах. Ну, согласитесь, да? Вот. Поэтому здесь как раз все нормально, понимание у нас есть. Конечно, у нас будут спорные вопросы. Потому что, что у Георгия Сергеевича есть правительство и правительство есть различные точки зрения на отношения города и области. Также у меня в правительстве есть люди, у которых совершенно разные отношения к тому, что происходит в городе, либо в наших отношениях с городом. Другое дело, чтобы правильная точка зрения, а точка зрения правильное на сотрудничество, она побеждала. И не случайно у нас все-таки за последние два года достаточно серьезный прогресс сделан во взаимоотношениях. Во-первых, у нас действуют постоянные рабочие группы по целому ряду вопросов. Мы учредили совместно ОНО по решению транспортных проблем. Сейчас мы рассчитываем создать такое же ОНО по решению коммунальных проблем. Мы впервые приняли общую позицию и в следующем году мы будем утверждать единый генплан города и области, включающий приграничные территории. Это примерно километр вглубь города и до пяти километров вглубь Ленинградской области. Но учитывая все-таки плотность города и нашу плотность, это правильно. Это будет территория, как зона совместного градостроительного регулирования. То есть мы генплан будем утверждать согласованно. И все, что в этой зоне будет появляться, либо планироваться, это наши согласованные действия. Возможно, даже мы пойдем навстречу городу и сделаем коэффициент 1 к 10. То есть километр города и 10 километров в Ленинградской области. Мы даже на это готовы пойти. Нам здесь как бы нечего скрывать и никаких мы камней за пазухой не держим. Другое дело, что когда нас горожане начинают критиковать за некоторые вопросы, особенно депутаты городского ЗАГСа, при этом хочется сказать, а вы разведитесь и посмотрите на свои вопросы. Нас, например, критикуют по пригородной зоне, которая нам досталась в наследство. Это плотность, этажность, это отсутствие детских садов, развязок. Но мы это получили в наследство, потому что нам полномочия по градостроительной деятельности перешли только в 2015 году. Но за это время мы приняли единые нормативы по Ленинградской области, единую схему разработки ПЗЗ в Ленинградской области, единые правила разработки грандпланов в Ленинградской области. В городе ни один этот документ еще не принят, хотя эти полномочия, они всю жизнь находились у города. Поэтому вот здесь мы видим, когда есть критика справедливая, когда есть критика несправедливая. Когда, например, мне Георгий Сергеевич высказал свои опасения по поводу транспортного коллапса в районе Новодевяткина-Мурина, я ему в ответ уже сказал, что мы обязательно проведем уже в 2017 году работы по строительству первых развязок и разъездов в этой зоне. И только что мне буквально в 9.30 докладывал Москвин о том, что мы заложили в бюджет дорожного комитета на 2017 год. Первый – это Муринскую развязку. И второе – это использование совместно с городом. Спасибо, что город разрешил. Это прокол под Акадом для того, чтобы обеспечить прямой выезд с Нового Мурина сразу на городские территории. Но мы хотим, чтобы иногда и город о нас тоже слышал по некоторым вопросам. Но еще раз говорю, это все притирается. Не может не быть споров там, где нет работы. Вот только там, где никто не работает, там споров не возникает. О чем спорить, если ничего не делается? Может быть, иногда мы больше получаем каких-то вопросов, потому что мы много делаем. Это к тому, что где мы опередили город. Ну, по темпам строительства жилья на одного жителя мы сегодня лидеры в Российской Федерации. Мы город опередили. По темпам промышленного строительства мы город опередили. По инвестициям, значит, в основной капитал предприятия и организации по темпам промышленного роста, по индексу промышленного производства мы город опередили. Ну, посмотрите статистику, там это все видно. Я не говорю, что мы вот ставим перед Собой цель, цель обогнать город. Нет, для нас конкуренция, она хороша. Я всех призываю, своих коллег, конкуренции. Я считаю, что там, где мы не находимся в первой двадцатке, для нас это катастрофа для Ленинградской области. Как, например, почему я вот последнее время бью по фонду капитального ремонта, по строительству расселения ветхого аварийного жилья, причем бью это публично, другой бы, знаете, может быть, проводил эти совещания где-то кулуарно, закрывшись за тремя дверьми и включив по фону еще музыку, чтобы никто не слышал, о чем мы внутри говорим. Я, например, те же проблемы капремонта вынес вообще на открытое обсуждение, в том числе получил целую порцию критики. И от вас отрез массы информации, которая потом через аналитику, значит, пришла ко мне обратно через правительство Российской Федерации, но я к этому готов, потому что мы не хотим, и я не хочу свои проблемы скрывать. Но в то же время эта критика тоже работает на моих специалистов. Вот все, сегодня на стол мне положили план капитального ремонта на 2017 год. Обещали, сделали. Понимаете? То же самое по ветхому аварийному жилью. Сегодня принесли программу до 1 марта, самые проблемные дома, так сказать, мы расселяем, то есть мы выскакиваем, опять так сказать, в хорошисти по Минстрою Российской Федерации. Но споры с Питером у нас все равно будут. И мы никуда от этих споров не денемся. Осложняет наши отношения то, что Питер работает по одним законам, а мы по другим. Питер, например, губернатор и правительство распоряжаются земельными ресурсами. Мы землей не распоряжаемся. И мы не можем, как город, смело принять решение, там, кому-то выделить или не выделить землю, или там установить ставки земельного налога, или арендная плата за землю, так сказать, коэффициент. Это все у нас решают муниципалы. И сейчас у нас есть, например, там, спор с городом по арендной плате за Ковалевское кладбище, и депутаты Всеволожска не идут на понижающий коэффициент, потому что 60 миллионов – это хорошая цифра в их бюджет. А кладбище является городским, ну, управляет городские ритуальные услуги. И, естественно, что мы объясняем, что не мы можем принять решение, это решение депутата. Но для депутатов Всеволожска 60 миллионов – это хорошие деньги. Мы даже так пошутили, но передать это предприятие во Всеволожск, наверняка, под свое предприятие, ставки будут другие, ну, а людям все равно, какое юридическое лицо оказывают услуги по захоронению. Но это просто один из примеров споров, которые есть. В то же время мы же сейчас передали, значит, на Южное кладбище целый массив земли, там, несколько десятков гектар, фактически узаконили самозахват, значит, города по захоронению жителей Санкт-Петербурга уже на территории, прошу прощения, Ленинградской области. Это тоже нормально, это хороший, кстати, шаг, партнерский шаг, что мы не хотим, чтобы здесь возникла точка напряжения, что вы незаконно на Ленинградской земле захороните жителей Санкт-Петербурга. Мы вам предложили вариант, давайте мы лучше вам передадим, уточним границы с городом, с тем, чтобы эта точка напряжения не возникала. Но предупредили, чтобы дальше этого не происходило. Этот процесс же не может быть бесконечным. Александр Юрьевич, хотела уточнить, опять вернуться к зоне рискованной земледели, просто уточните, пожалуйста, сумму, все-таки выплат компенсации пострадавшим сельхозпредприятиям, раньше шла речь 468, и второй вопрос основной, что с планами по строительству генетически-селекционных центров, на каком это все этапе, сумма, сроки, и будет ли участие области в этом? Спасибо. Мы полностью удовлетворили ту заявку, которую нам подал комитет по агропромышленному комплексу, если там цифра шла, я честно скажу, я ее не помню, но если цифра шла 468 миллионов, но около 500, мы ее полностью удовлетворили. Это я точно знаю, потому что мы сегодня в 8 утра проводили аппаратное совещание, и Сергей Васильевич публично поблагодарил всех за поддержку, что он получил те цифры, которые просил для уточнения бюджета. Что касается генетически-селекционных центров, то да, мы попали в федеральную программу, как пилотный регион, более того, она поддержана не только правительством Российской Федерации, но и администрацией президента, более того, помощник президента Фурсенко, он курирует эту программу. Мы будем строить два центра селекционных, один это центр растеневодства, это на базе, прежде всего, федеральных центров, это, значит, в Суйде и Белогорка. И мы будем строить животноводческий селекционный центр, скорее всего, мы будем его строить на базе одного из наших лучших сельхозпредприятий животноводческих. Мы сейчас определяемся, несколько предприятий предложил Сергей Васильевич на выбор, мы сейчас смотрим, как правильно нам выбрать предприятие и возможно ли это юридически, потому что у юристов есть вопрос, они говорят, что все-таки это надо делать как отдельное юридическое лицо. Деньги требуются немаленькие, речь идет, например, о селекционном генетическом центре для животноводства, где-то в 2,5 миллиарда рублей. Это серьезные затраты, прежде всего, на оборудование, потому что это специальное должно быть оборудование, специальные лаборатории, специальные здания, там ИСО должен быть серьезно выдержан европейский и так далее. Но мы рассчитываем, что основное финансирование, в связи с тем, что мы попали как пилотный регион, будет за Российской Федерацией, но для нас бы максимально устроило 70 на 30, то есть до 30 процентов мы готовы субсидировать. Как будет в итоге, мы пока еще не знаем, у нас идут споры с правительством Российской Федерации, не скрою, на нас, как один из самых устойчивых бюджетов, нам пытаются финансирование на 2017 год перевернуть полностью зеркально. Сейчас у нас основные программы 70 на 30, хотят сделать 30 на 70, то есть 30 только федеральный бюджет и 70 бюджет Ленинградской области, но, знаете, есть такая русская поговорка, кто везет, на том и едут. Но так тоже несправедливо. Я написал соответствующее обращение по представителю правительства, что мы и так один из многих регионов, который подхватывает те программы, от которых, например, отказывается ряд регионов, даже у которых 10 процентов софинансирования, потому что этих средств не хватает. И мы подхватываем и участвуем в этих программах, но перевернув нас в этом проценте, ну представьте, что мы, например, должны будем по сельскому хозяйству свою долю дофинансирования увеличить на 850 миллионов рублей сразу. Но сегодня уже декабрь месяц, у нас уже бюджет распределен, где мы возьмем сейчас дополнительно, уже сформировав бюджет, у кого мы сейчас отнимем 850 миллионов с тем, чтобы сохранить программы софинансирования в сельском хозяйстве. Мы их хотим сохранить. То же самое идет по ряду строительных программ, инфраструктурных, социальных программ. Поэтому вот это вот переворачивание с 30 на 70 к 70 на 30, оно несправедливо. Мы хотя бы говорим, ну давайте как это, не по-честному и не по-братски, а поровну. 50 на 50, когда, знаете, как будем делить, по-братски или по-честному, не, да лучше поровну. Поэтому мы вот предлагаем хотя бы 50 на 50. Но услышат нас или нет, мы будем уже скорее всего знать ближе к 1 февраля, когда нам пришлют уже основные параметры федерального бюджета по софинансированию областного бюджета по программе. Александр Юрьевич, мы недавно встречались на форуме СМИ, где вы анализировали реформу местного самоуправления, следующие ее этапы. И тогда вы сказали, что очередным шагом в области будет создание городских округов. Пока у нас только один округ городской, это Сосновый Бор. И в частности говорили о Всеволожском районе. И вот мы возвращаемся опять к Мурино и Девяткино, где очень много проблем всяких разных, но люди спрашивают, будет ли объединены два эти поселения, и будет ли создан на базе этих поселений городской округ, и также где еще вы планируете вот такую провести дальше реформу. Спасибо. Ну, мы действительно видим второй этап реформы. Мы его немножко пересмотрели, мы же эволюционируем, как и весь мир. И если мы ее видели в 2012 году в одном свете, то в 2016 мы ее видим в другом свете. Мы будем идти ближайшие два года по пути создания не городских округов, я уточню, а городских поселений. То есть присоединение в границы городских поселений, ряда сельских поселений для улучшения финансовой ситуации, инфраструктурной ситуации в этих поселениях. Но прежде чем перейти к Мурино и Девяткино, приведу пример. Например, можно к Сердлово присоединить Юковское поселение и, предположим, Агалатовское поселение, и сделать Сердловское городское поселение с достаточно большими границами. Но это не значит, что тут же везде начнется жилищное строительство. Мы как раз к этому подходим осторожно. Все зеленые зоны – это будут рекреационные зоны. Сельхозземли – будут сельхозземли. Но ее лицо будет одно – это Сердловское городское поселение, внутри которого могут быть в том числе и населенные пункты. А второе – это, конечно, объединение тех сельских поселений, которые уже имеют единую экономическую базу и практически у которых размыты границы. Это в данном случае, конечно же, Мурино и Новодевяткино. Мурино и Новодевяткино сегодня фактически становятся одним поселением, потому что визуально границы между ними не видно. В то же время проблемы инженерные – единые, транспортные – единые, социальные проблемы – единые и так далее. Поэтому будет создано единое городское поселение, в рамках которого уже с единой администрацией мы будем решать вопросы. Мы в том числе и будем повышать статус некоторых населенных пунктов. Например, тоже Кудрово из обычной деревни мы сделаем городом Кудрово. И это уже будет отдельное административное поселение, это будет городское поселение, это уже не будет Заневское сельское поселение. Будет Заневское сельское поселение и отдельное Кудровское городское поселение. Здесь, наоборот, у нас плюс появится одно муниципальное образование. А возможно, Заневское поселение будет разделено на части и будет присоединена часть, значит, будет присоединена Колтушем, часть будет присоединена, так сказать, Кудрово, часть к какому-то другому поселению. Возможно, такой вариант. Я не говорю, что это 100% будет, потому что здесь необходимы консультации прежде всего с депутатами, потому что депутаты принимают окончательное решение и затем вопрос, если необходимо, нужно выносить на референдум. Но в любом случае первое решение местных депутатов мы будем с каждым депутатским корпусом встречаться и все аргументы за и против обсуждать. Хотя, конечно, в Севоложске у нас территория непростая, у нас там перекликаются интересы очень многих финансово-промышленных, строительных и иных групп влияния. И это мы видим, например, по городскому поселению, то они, значит, за смену главы администрации, потом за передачу полномочий. Теперь вроде как нет, не хотим передавать полномочия, потом нет, передаем полномочия, но не все. Ну, знаете, вот очень сложно все-таки, вот чем отличается законодательная власть от власти, так сказать, представительной. То, что законодательная власть, если решение принято, мы все-таки уже научились под это решение выстраиваться и двигаться. А вот с депутатской властью, значит, посложнее, потому что они, как это, хозяева своего слова. Сегодня дали, завтра взяли, ну и так далее. Поэтому реформа будет, это как раз реформа, которая рассчитана, значит, на ближайшие два года, мы ее сформулируем, скорее всего, реализация это займет до 2020 года. Это закончится второй этап реформы. И третий этап реформы, это уже завершающий этап, это укрепление сельских поселений. Но здесь нужно более серьезно экономически подготовиться, пока вот мы все-таки видим реформу из трех частей. Первую часть мы завершили, вот сейчас вторая часть, это создание городских поселений и создание либо через укрепление, либо выделение, и затем уже укрепление сельских поселений. Можно уточнить еще раз по поводу представителей губернатора в округах, в каких, помимо Выборга и Приозерска, и когда это будет? Ну, первое, мы уже назначили представителя, и в первом квартале он будет сформирован, это Северный округ. У нас также есть, значит, Западный округ, значит, и, значит, Восточный округ. Четвертый округ, мы пока думаем, необходим он нам или нет, мы посмотрим, насколько удачный эксперимент, это Центральный округ, насколько все-таки удачный эксперимент будет по этим трем округам. Я еще раз говорю, основная цель, это приближение сотрудников правительства, чиновников на места. Но, действительно, если есть эколог, специалист, и он отвечает, например, за Подпорожье, Ладейное поле, там Бокситогорск, ну, что он сидит здесь на Суворовском? Ему, чтобы даже одну проверку провести, ему туда-обратно съездил, значит, на дорогу, если у него 8-часовой рабочий день, у него 3 или 4 часа уйдет на дорогу, и полчаса остается что ли на проверку, ну, понятно, да, о чем я говорю. Поэтому, конечно, это все, прежде всего, для улучшения работы и эффективности именно контрольно-надзорная работа. Это контрольно-надзорная работа, и я не скрою, это и выявление в стадии зачаточной стадии, в стадии еще, когда только-только кто-то спичку попытается зажечь, еще даже костра нет, еще дрова не сложены, для того, чтобы гасить внутриэлитные конфликты и общественные конфликты. Потому что зачастую, вот мы, к сожалению, об этом узнаем только, когда эта ситуация, она уже начинает, так сказать, расширяться. Поэтому, конечно, находясь там, мой представитель должен, а его задача будет раз в неделю, как минимум, вести приемы граждан, раз в неделю, как минимум, а может быть и два раза в неделю вести приемы граждан, и через приемы граждан вылавливать наиболее сложные вопросы, которые, так сказать, сегодня не решаются, либо по причине того, что нет ресурсов, либо по причине отсутствия желания, не решаются на территории, и уже через наши контрольно-надзорные возможности или через возможности правительства эти проблемы решают. Я еще раз говорю, сегодня в Ленинградской области ситуация уникальна в том, что у нас нет неразрешенных проблем. Вот все проблемы, которые сегодня публично обозначены, все эти проблемы, они имеют свои решения. Начиная от экологических проблем, заканчивая экономическими проблемами. Они все решаемы. Ну вот там пикет в Новом Мурино по поводу того, что, так сказать, пробки. Вот, пожалуйста, есть решение проблемы. Опять возьмем ту же территорию, проблема по канализованию водоснабжению. Консессия сейчас будет объявлена, мы будем строить там очистные сооружения, воду будем брать от Петербургского водоканала, нечего нам изобретать велосипед, слава богу, сейчас мы с ними не воюем, это не 2010 год, когда по политическим причинам нам не удавали городским сетям подключиться. Вот это решение проблемы. Тот же Светогорск. Там проблемы-то коммунальных нет, там одни из самых дешевых коммунальных платежей, там самые дешевые тарифы сегодня, там квартплата в полтора раза ниже, чем в среднем по Ленинградской области. Там проблема взаимоотношения общения власти и части людей, которые, ну, себя причисляют, так сказать, к оппозиции или, как сказать, к критикам власти. Ну что, нельзя сделать открытый диалог. Ну, отсутствие диалога, вот там причина простая, отсутствие диалога, это тоже же решение, это заставить вести диалог. И сейчас ищем форму, как этот диалог нам вести. Та же проблема, так сказать, обманутых дольщиков, значит, Ванина. Значит, нет вообще проблемы. Мы сегодня, дольщики попросили, возбудите уголовное дело. Возбуждено уголовное дело. Помогите найти инвестора. Ищем инвестора, потому что есть свободный земельный участок, который привлекательный для инвестора. Надеюсь, что уже, так сказать, весной туда выйдут, на площадку начнут работать. И так далее. То есть, я еще раз хочу сказать, сегодня нет ни одной ситуации спорной или конфликтной, или предконфликтной, которую невозможно решить. Зачастую это отсутствие доброй воли, значит, умения, возможностей или даже, так сказать, желания эту проблему решать. А иногда, знаете, есть такой один из грехов – гордыня. Иногда и гордыня мешает этим проблемам решать. Как же я великий чиновник, великий руководитель, вот я с ней зайду до того, чтобы с каким-то, так сказать, там безработным общаться, значит, только потому, что он, видите ли, меня вышел критиковать. Да ты… У меня один коллега высказался, да, вот на эту тему. Здравствуйте. Вытащите, пожалуйста, какая именно сумма заложена в бюджете на Муринскую развязку и на прокол подкат. И обозначите еще, пожалуйста, какие ключевые дорожные объекты появятся в 2017 году. Спасибо. Спасибо. Значит, если говорить о, значит, дорогах, то мы планируем, что общий дорожный фонд у нас следующего года будет пока без федерального финансирования, потому что в этом году он у нас был 11 миллиардов 453 миллиона, это с федеральными деньгами. В следующий год мы планируем порядка восьми, порядка восьми миллиардов, из них часть денег пойдет четко на решение таких застарелых транспортных проблем. Прежде всего, значит, сам прокол и развязка, значит, в районе Нового Мурина нам обойдется порядка 700 миллионов, но мы договорились, что из 700 миллионов 40 процентов, даже если будет точно 300 миллионов, это финансируют застройщики этой территории, и, значит, 400 миллионов мы, и сама развязка обойдется в 1 миллиард 700 миллионов. Там также мы хотим соотношение 60 на 40, то есть 60 бюджет, 40 процентов застройщики. Причем мы, чтобы не вести споры со всеми застройщиками, предложили выбрать одного оператора, либо у Камурина, либо, может быть, компанию ЦДС, либо какую-то иную компанию, нам как бы вот, ну, нет разницы, кто выступит единым с нами партнером, ну, знаете, чтобы не бегать, так сказать, с шапкой по кругу там со всех, со всех собирать деньги. А мы также хотим начать строить 2,2 миллиарда, это виадук и развязки микрорайона Южный во Всеволожске. Здесь уже проект прошел экспертизу, сейчас мы оцениваем смету, у нас есть замечания по самому проекту сметы, по сметной стоимости виадука и развязок в районе микрорайона Южный. Но вот примерно такая будет, значит, сумма. И, честно говоря, у нас еще завершение серьезных работ, это Гачинский транспортный узел, это завершение виадука в Гачине, завершение подъезда в Гачине со стороны Красного села и со стороны, значит, Пулково, значит, через Киевскую трассу, это завершение самой Киевской трассы. Но работы очень много, если я буду перечислять, я очень много времени займу. Самое главное, что мы взяли хорошие темпы, самое главное, что наши проекты, они действительно сегодня, в большинстве случаев, они такие стратегические, то есть они решают такие застарелые проекты. Достаточно сказать, что вообще на ближайшие три года у нас более 30 мостов реконструкции идет, причем как от маленьких, так и до больших. Это то дело, к которому мы все боялись подступиться лет 20. А сегодня понимаем, что без этого нам уже никуда двигаться невозможно. Мы все-таки рассчитываем на федеральную поддержку, мы рассчитываем, что мы доберем вот эти 3 миллиарда за счет федеральной поддержки. Пока она нам обещана, но вы же знаете, что сейчас идет такая борьба за бюджет окончательная, цифры как только мы до конца сформируем, то есть параметры бюджета российского, они уже утверждены, а вот внутри программные цифры, сейчас как раз за них идет, так сказать, окончательная борьба, какому региону какие цифры достанутся. Александр Юрьевич, у меня вот такой вопрос. Старейшая школа в Леонидомполе, она отметила на прошлой неделе 85 лет со дня основания, и сейчас она находится в таком аварийном состоянии, окна заколочены, дети учатся в других образовательных учреждениях. И как нам сообщил глава администрации, проектная документация на реконструкцию этой школы готова уже, но в программу к обстроительству на будущий год она не вошла. Вот не могли бы вам помочь и подарок 315-летию ладейного поля сделать в виде реконструкции школы номер 68? Спасибо. Я в курсе этой истории. Действительно, проектная документация готова, но комитет финансов выступил, комитет финансов выступил инициатором пока не включения реконструкции этой школы в программу 2017 года. Основной аргумент комитета финансов, хотя они, еще раз повторю, я так делаю с оговоркой, все-таки они не специалисты, больше специалисты это комитет стройнадзора и экспертизы, они сомневаются в эффективности данной реконструкции, говоря о том, что может быть проще провести работы по строительству новой школы. То есть построить новую школу взамен старой школы. Я не готов сегодня сказать подробности, потому что вся дискуссия происходила в момент, так сказать, моего краткосрочного отсутствия, я был в командировке. Я только знаю сегодня результат этой дискуссии, что пока в программу школа не попала. Я буквально сегодня до конца дня подразберусь в аргументах и комитета финансов, и послушаю аргументы комитета стройнадзора и экспертизы. Если стройнадзор и экспертиза возьмут на себя ответственность, что эта реконструкция не повлечет за собой ухудшение конструктива, и не будет угроз, ну вы понимаете, да, какого-то там обрушения, либо иного, так сказать, вещей, чтобы там трещины в фундаменты падут и так далее, тогда, так сказать, мы в принципе пойдем на реконструкцию, потому что по деньгам реконструкция все равно оказалась дешевле, чем новое строительство. Но ответ мы сформулируем, и я обязательно Илье Александровичу этот ответ дам до конца этого года. Я хочу сразу извиниться перед Ладельным полем, я планировал у вас появиться до конца года, но в связи с тем, что на конец года настроилось ряд поездок обязательных, вот, к сожалению, мой визит состоится к вам сразу после Нового года, я вот публично это подтверждаю. Спасибо. Ну, в Кестогорском районе у нас с десяток, если не больше, таких красных боров, я имею в виду красные шламы и велитовые шламы в Пикалево. Насколько я знаю, было письмо, еще в 2014 году было письмо депутатов Госдумы президенту, президент пообещал свою поддержку, вернее, из фонда проектного финансирования на разработку проектно-смертной документации по утилизации этих отходов. Необходимо письмо от правительства Ленинградской области. Почему-то в течение двух лет это письмо не подписывается, хотелось бы знать почему, и вообще будет как-то вот ликвидироваться вот эта вот очень опасная ситуация. Ну, первое, что хочу сказать, что эти отходы являются собственностью предприятий, которые их произвели. Но такова, к сожалению, особенность, что все, что на предприятии производится, включая отходы, является его собственностью. Поэтому одна из причин, почему письмо не уходит, потому что необходимо получить, так сказать, все необходимые заключения не только от Росприроднадзора, значит, от технадзора, но еще и согласия собственников на то, что их отходы можно использовать. И у нас были примеры, что когда, значит, собственники платят за отходы, они за их временное складирование, размещение обязаны платить и платят экологический сбор, но как только доходит речь до того, чтобы собственники от этих отходов отказались, казалось бы, они должны быть в этом заинтересованы, они же не будут платить экологический сбор, тут же у них загораются глаза, они еще и требуют компенсации за то, чтобы они отказались. В какой сейчас стадии находится этот вопрос, я не смогу вам ответить, потому что я должен его освежить, потому что этот вопрос, он действительно достаточно длинный и долгий. Я точно знаю, что еще в 2012 году, когда я только первый раз стал губернатором, мы отказались сразу от варианта, когда эти отходы передавались нам, и мы, правительство Ленинградской области, принимали решение о их переработке. У нас нет в бюджете таких денег, лишних денег нет, и точно это не наша вахта проводить рекультивацию этих отходов. Они должны проводиться либо за счет средств собственников, но собственники отказываются, и никто пока не настаивает, учитывая, так сказать, все-таки особый статус этой территории, либо за счет средств бюджета Российской Федерации, как раз за счет средств экологического фонда, потому что за счет, значит, целевых платежей за складирование этих отходов и формируется экологический фонд, который в том числе тратится на переработку этих хвостов или этих отходов. Если дело все только в письме, я это письмо готов подписать хоть завтра. Но для этого я должен сначала посоветоваться с профильным своим замом и с представителем комитета по экологии, которые мне дадут более серьезное разъяснение. Я знаю, что в соответствии с нашей территориальной схемой по обращению с отходами, которые мы разработали, и эта схема будет применяться уже в следующем году, несмотря на то, что пока, еще раз вернусь к началу нашего разговора, на год отложили введение регионального оператора, мы, тем не менее, в этой схеме учитываем. И эти накопленные отходы, не только эти накопленные отходы, их у нас достаточно много и на других предприятиях, и на, так сказать, фосфорите, и в Киришах, так сказать, и в Волхове и так далее. Но, значит, пока, так сказать, вот решения, конкретного решения у нас нет. Александр Ильич, я хочу уточнить, речь не идет о бюджетных тратах на это дело, речь идет о том, что есть технологии, есть компания, которые хотелось бы сделать, это на бизнес-основе. Нужна лишь поддержка правительства. Ну и решение собственников, да. Решение собственников. Мы возвращаемся к решению собственников. Если только зависит от моего письма, я еще раз говорю, я это письмо готов подписать. Я помню, как не просто заходил, например, тот же ЛСР, например, в Сланце, когда вот эти вот горы отходов, да, лежали, и вроде никому не нужны были. Но когда они зашли и предложили эти отходы перерабатывать цемент, тут же, так сказать, там стали выставляться серьезнейшие условия собственниками для возможности получения, так сказать, права на разработку этих отходов. Я еще раз вам повторю, что я ситуацию разберусь. Если все дело в письме, то такое письмо от нас уйдет. Добрый день, Александр Юрьевич, добрый день, коллеги. Хотела бы вернуться к теме 90-летия Ленинградской области, которая будет отмечаться в Гатчине. Гатчина, как известно, выиграла это право на конкурсной основе, представив большой проект своих предложений. Хотелось бы, я знаю, что уже не раз рабочая группа собиралась по этому поводу. Александр Юрьевич, есть ли какие-то оригинальные, на ваш взгляд, идеи, которые предлагает Гатчина с точки зрения проекта благоустройства? И, если можно, поподробнее о том, как идут переговоры по Приоратскому парку и что там планируется, и по усадьбе в Тайцах. Начну с усадьбы Тайцах. Это самый простой вопрос на ответ. Самый, вернее, простой ответ на вопрос. Да, каламбур уже прошел. Значит, дело в том, что мы, наконец, получили право собственности на усадьбу в Тайцах. И, более того, в этом году мы уже выделили деньги на проект реставрации этой усадьбы. Эта усадьба будет из себя представлять выставочный комплекс Ленинградской области, который в том числе будет нести представительские функции. Что это значит? Это значит, что помимо выставок там можно проводить будут и концертные программы, можно будет и принимать гостей, можно будет и проводить отдельные мероприятия, типа там семинаров, дискуссионной площадки и так далее. Но камерных же там ограничено будет количество участников. На первом этапе предполагается восстановление самой центральной усадьбы. Затем второй этап – это расселение тех людей, которые живут в домах, ну скажем так, сомнительного качества, там, предаварийного состояния. Это бывшие, так сказать, усадебные постройки, приспособленные под жилье. Третий этап – это их реставрация. И четвертый этап – это реставрация на… на два этапа тоже разбита. Это реставрация самого парка. Общий парк – 180 гектар. Первый этап – это реставрация 15 гектар. И следующий этап – реставрация 175 гектар. И создание там единой такой ландшафтной зоны. Работа очень большая, рассчитана на 10 лет. Но усадьба будет, скорее всего, отреставрирована до середины 2018 года. Может быть, даже раньше, потому что в следующий год мы уже начинаем там реставрационную работу. Еще раз говорю, проект уже сдан в экспертизу. Проект неплохой получился, но, еще раз говорю, конечно, он пока будет такой стартовый, потому что сама усадьба без территории – это все-таки не дело. Что касается Приорадского парка, мы сегодня близки к тому, чтобы парк передали в собственность либо муниципалитета, либо Ленинградской области. А если это произойдет, мы готовы создать отдельное госучреждение, например, управление по озеленению и содержанию Приорадского парка, и за счет финансирования парк создать как место отдыха. Пока место такого больше, скажем, зеленого отдыха – это восстановить там тропинки, расчистить территорию, убрать дикие кустарники, освободить вековые деревья, создать беседки, скамейки, освещение, может быть, разрешить там где-то сделать небольшие торговые павильоны. Но с тем, чтобы это место было отдыха горожан, это прогулки, это там, может быть, катание на роликах лет зимой, на лыжах какие-то небольшие трассы. Это место, так сказать, для отдыха молодежи, может быть, даже какие-то там, значит, спортивные площадки. Но все это вписать в природу, то есть будем действовать очень аккуратно. Что касается оригинальных идей по благоустройству, их достаточно много, которые нам представили гачинцы. Достаточно сказать, что общая цифра более 2,5 миллиардов рублей, что, конечно же, для нас является неподъемным. Мы потратили, вы знаете, в Сланцах 500 миллионов рублей на приведение города в порядок. Это визуально всем было видно, кто приехал в Сланцы. 2,5 миллиарда мы понимаем, что Гачино все-таки город более исторический, более такой крупный и более разбросанный, чем Сланцы. Но все-таки таких денег мы точно не выделим. Мы говорим о том, что нужно рассчитывать на порядок где-то цифры, ну, до миллиарда рублей. Вот, исходя из этого, мы подкорректируем все идеи, которые есть в Гачине. Может быть, одно-две оригинальные оставим, но в основном эти идеи будут не оригинальные. Это восстановление тротуаров, это восстановление дорожного покрытия, это восстановление уличного освещения, это обустройство скверов, установление новых скамеек, это ремонт посадов зданий, кровель по пути следования маршрутов, это проведение в порядок, так сказать, центральных площадей, значит, со самой Гачино. Вот это основные работы, на которые мы всегда тратим деньги. Попутно, если это требует перекладку коммуникации, то мы еще тратим деньги на коммуникации с тем, чтобы потом не повторять русскую национальную игру, так сказать, положил асфальт, после этого переложи трубы, значит, ну вот постараемся это сделать все в комплексе. Но, учитывая, что сумма ограничена будет от большинства оригинальных идей, ну, нам, к сожалению, придется отказаться. Спасибо. Александр Ильич, Вы регулярно, постоянно встречаете с жителями Ленинградской области. Скажите, пожалуйста, что же должно произойти такого в Отрадном, да и не только, чтобы местная власть вместе с управляющими компаниями начала проводить регулярные встречи с жителями? Вы сейчас немножко этого вопроса коснулись, говоря о Святогорске, но, учитывая то, что президент России постоянно говорит, что местная власть должна встречаться, вообще власть должна встречаться с народом, а уж тем более местная, да, ну, как-то горденью это не назовешь, ну, нельзя оправдаться. И сразу в догонку, Вы тут буквально недавно на прошедшем форуме СМИ сказали, что совмещение должностей главы администрации и главы МОО на первом уровне, в принципе, это неплохо и даже полезно. Скажите, после ухода главы администрации МОО город Оградное, есть ли у нас надежда, что на совмещение этих должностей, или Вера Ивановна ушла, чтобы вернуться? Я с Верой Ивановной обсуждал эту ситуацию. Дело в том, что действительно сегодня идет пенсионная реформа, которая ставит перед чиновниками выбор, те чиновники, которые достигли пенсионного возраста, уходить им на пенсию, получив определенные виды компенсационных выплат, либо оставаться работать. Но дело в том, что также законы предусматривают, что если чиновник, достигнув пенсионного возраста, уходит на пенсию, у него нет шансов обратно вернуться в исполнительную власть, потому что у него теряется право, то есть человек, достигший определенного возраста, не может быть взят на работу, если только не в порядке перевода. А если ты ушел на пенсию, ты уже никак переводом обратно на должность не придешь. Поэтому здесь в исполнительной власти, я думаю, что сложно будет ей вернуться и работать. Это действительно так. И мы с ней об этом говорили, я ей объяснял, что если вы уходите, то обратно вам уже будет не вернуться. Мы даже с ней такую переписку как-то поздно вечером ввели, по-моему, это то ли суббота, то ли воскресенье было. И она сказала, что есть кандидатуры помоложе, кто готов прийти. Я пока еще подробности не знаю, то есть по этим кандидатурам, но вот отвечая на последнюю часть вашего вопроса, еще раз хочу сказать, что скорее всего у нас здесь будут новые лица. Лучше это будет или хуже, трудно сказать. Но я думаю, что перемены все равно нужны. Но, наверное, это так правильно будет сказать. А что касается встречи с людьми, но вы знаете, что я пытаюсь своим примером показывать всем муниципалам и своим коллегам, что встречаться нужно. Я практически каждую поездку провожу встречу с людьми и стараюсь собирать их в актовом зале, стараюсь, чтобы это был неформальный подход, стараюсь, чтобы это было через объявления в интернете, там радио, газеты, чтобы люди, кто хотел, могли прийти. Встречи, конечно же, непростые, потому что, как правило, на встречи приходят те, у кого есть какие-то проблемы. Потому что если у человека нет проблем, ну что ему тратить свое вечернее время, особенно иногда в пятницу эти встречи проходят, идти там и сидеть слушать губернатора, задавать его вопросы, слушать про другие проблемы. Приходят те, у кого вопросы есть. Конечно, встречи непростые. Конечно, после встречи даже иногда физически себя тяжело ощущаешь, потому что непросто там в течение трех часов общаться с людьми, отвечать иногда на неудобные вопросы. А почему некоторые мои коллеги этого избегают? Ну тоже понятно почему. Это либо нечего сказать, ну это, как правило, основная бывает причина. Второе, это боязнь общения, когда человек чувствует в себе возможность, вроде он и специалист неплохой, и хороший исполнитель, работу хорошо делает, а вот выходит общаться с людьми, не может довести свои мысли, своим языком понятным до воспринятия жителями. Это тоже есть сложность, это не сразу дается. И мне, я помню, когда я только стал главой администрации Кингисепа, мне тяжело было общаться тоже с людьми. Но это нужно преодолеть. Но и третье, когда человек понимает, что те вопросы, которые ему будут задавать, он на них не сможет ответить. А лучше всего, я вот возвращаясь к этим причинам, всегда говорю, всегда выручает искренность. И всегда говорю своим коллегам и главам администрации, если не знаешь, что сказать, скажи лучшую правду. Вот, тогда это легче всего, и люди это чувствуют, и тогда, в принципе, общение пойдет. Даже если ты не можешь что-то сделать, или сделать что-то не так, ты скажи, почему ты это сделал, или почему ты не сможешь это сделать, и тебя поймут, и это будет воспринято совершенно по-другому. А что касается того, кто вообще не хочет общаться, я еще раз говорю, что, к сожалению, я не могу впрямую влиять на глав поселений. Я еще могу влиять впрямую через различные рычаги на глав администрации районов или городского округа, на глав поселений, влияние мое сложное. Но я всегда говорю, что есть же депутаты, которые могут собраться и принять решение о высказать вотом недоверии. И в этом случае мы готовы, если это причина объективна, их поддержать и довести это решение до логического конца. Когда у нас есть на местном уровне поддержка, вопросы решаются намного проще. Зачастую же бывает по-другому. И такие факты у нас есть, когда мы видим, что у нас есть вопросы. И не только у нас, главе администрации одного из поселений, мы выходим на депутатов, говорим, слушайте, поддержите нас, надо принять решение о том, или хотя бы поднимите вопрос, чтобы глава увидел, что мы с двух сторон действуем, что ему надо лучше уйти. Часто слышим такой ответ, но вы знаете, мы тут друг друга знаем, уже 30 лет там все живем вместе и так далее. И у нас все там и друзья, и родственники. Мне неудобно. Мы тоже понимаем, что ему надо уходить или ей. Но вы лучше сами как-то это сделаете, а мы в сторонке постоим, посмотрим, как у вас это получится. Здесь, мне кажется, и ваша позиция принципиальная, важная. Я же тоже понимаю, как иногда и вы, пресса, что-то и хотите сказать, и внутренне себя сдерживать, и понимая, что вам тоже потом и завтра жить на этой территории, и послезавтра на этой территории жить. И зачастую получается, что тот, кто пытается что-то сделать, он еще и самый крайний оказывается. Вот не случайно, очень часто население, у которых там небольшая даже бытовая проблема, начинает апеллировать, да, губернатору. Ну, взять тот же Слесенбург. Ну, спор двух управляющих компаний. Ну, где этот вопрос? Это вопрос вообще не губернатора, спор управляющих компаний. Но весь спор выходит на то, что, значит, будем обращаться либо к губернатору, либо к президенту на губернатора, чтобы он дал команду губернатору, этот вопрос решить. А почему не главе администрации города, не главе администрации района, не главе муниципального образования города, или района, не к депутатам? Это же их полномочия. Это точно не полномочия губернатора, а тем более не президента. Но люди понимают, что, видимо, единственный, кто эту проблему может решить, это, наверное, губернатор. Но тогда все-таки вы обращайтесь корректно, а не так, что вот мы знаем, что вы этот вопрос можете решить, но на всякий случай еще на вас, нажалуемся президенту или выйдем с пикетом, губернатор, ты не решаешь наши вопросы, потому что только с тобой связаны свои надежды. У меня такие были парадоксальные ситуации, когда я приезжаю к пикетчикам, а я иногда общаюсь с ними прямой, я говорю, подождите, а почему вы вот, ну, на меня это же вопрос, а мы понимаем, что этот не решит, этот не решит, решите только вы. Так что же вы сразу так пишите, что я вот такой нехороший, а чтобы вы точно к нам приехали, то что вы тогда отреагируете, это же неправильно. Поэтому и вы к этим вопросам подключайтесь, и вы заставляете глав администрации выступать, хотя бы задавайте им в газетах вопросы, чтобы они на них через газету отвечали. Хотя я понимаю, что я такие вещи говорю, по которым непросто, потому что мы же понимаем, что еще и чтобы выпускать газету, содержать сайт или вести радиопередачу или снимать телепередачу, еще нужны ресурсы. И мы понимаем, что сегодня только, наверное, наивный человек будет думать, что пресса может получать какие-то доходы за счет рекламодателей, чтобы полностью себя окупать. Мы все равно же понимаем, что есть субсидии, есть поддержка, и это, конечно, тоже непросто. Но я готов с вами работать, я готов вам помогать, я готов вам в какой-то мере защищать. И такие истории тоже у нас уже были на территории области, для того, чтобы все-таки мы работали как бы на общее дело. Анат, здравствуйте. Я хотела бы задать вопрос на счет участка трассы Сосновой Борь-Глобицы. Вот 6 километров этой дороги признаны бесхозяйными, но там очень в плохом состоянии дорога и требуется срочный ремонт. И стоит также отметить, что эта дорога является частью маршрута вывоза населения в случае эвакуации. Уже наша Сосновая Борьская общественная палата обращалась в правительство области с письмами по этому вопросу. Но, к сожалению, пока что ничего не дается решить. Можно ли ожидать изменения этой ситуации в 2017 году? Спасибо. Ну, как это, дьявол в деталях. И эти детали у вас прозвучали в самом вопросе. Дело в том, что с каждым годом требования к использованию средств дорожного фонда, они ужесточаются. И одни из последних требований, они уже действуют третий год, то, что средства дорожного фонда могут тратиться только на региональные дороги, даже на муниципальные дороги, могут тратиться только через субсидии, которые идут не через дорожный фонд, а за счет дорожного фонда субсидия выделяется конкретному муниципальному образованию. И уже муниципальное образование выступает заказчиком ремонта такой дороги, даже дорожный фонд не может поступать заказчиком. А тем более безхозяйственная дорога, которая сегодня является ничьей и вообще есть проблемы по ее содержанию. Этот вопрос может решаться двумя вариантами и оба варианта мы сейчас смотрим. Первый вариант это признать ситуацию чрезвычайной и такие факты у нас были, когда ГИБДД, пожарники, скорая, здравоохранение и муниципалы подписывают совместный акт о том, что дорога является проблемной для проезда и в случае возникновения чрезвычайной ситуации, например, с такого населенного пункта невозможно ни пожарной приехать, ни милиции, ни скорой и так далее. И в этом случае за счет резервного фонда дорожного выделяется средство на ремонт дорог. Второе это поставить дорогу на баланс и признать чьей-то собственностью. В любом случае мы до конца недели этот вопрос решим. Почему? Потому что в среду мы планируем подписать соглашение с Росатомом о порядке финансирования конкретных объектов и нашего сотрудничества на 2017-2018 года. У нас там есть, конечно, споры, есть по некоторым позициям недопонимание, по некоторым объектам недопонимание, потому что Росатом с Сосновым Бором занимает позицию такую, что все налоги Росатома должны пойти на капитальные вложения в Сосновый Бор, но мы считаем, что это неправильно, это же не дополнительные налоги, это обычные налоги. И помимо капитал вложений в том же Сосновом Бору есть и учителя, и врачи, и работники культуры, не только в Сосновом Бору, а в том же Капоре, которое поселение 100% дотационное за счет бюджета содержится Ленинградской области и так далее. Я думаю, что компромисс найдем, в том числе будет разговор и об этой дороге. И по завершению диалога, я думаю, руководство Соснового Бора вам более подробную даст информацию, в какие сроки и каким путем мы эту дорогу будем ремонтировать. Спасибо. Добрый день, Александр Юрьевич. Добрый день, да. В ближайшее время ожидается появление в области единого водоканала и регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. И вопрос, планируется ли еще какие-либо региональные объединения по другим направлениям? Но пока мы не планировали другие объединения, мы ведь не от хорошей жизни такие объединения создаем. Тот же областной водоканал мы создали потому, что у нас накопились системные проблемы водоотведения, водоподведения. И мы четко понимали, что если мы не создадим структуру, которая сможет привлекать ресурсы для строительства очистных сооружений и водоочистных сооружений, мы просто в некоторых поселениях вообще придем к экологической катастрофе. И мы четко понимали, что те поселения, которые датируются из бюджета Ленинградской области, у которых свой маленький бюджет, но есть свой водоканал, никогда не получат инвестора для того, чтобы инвестор пришел и этим водоканалом занимался. Это как автобусные перевозки, мы же не случайно их регулируем, когда мы даем компании и сладкие маршруты, это междугородние маршруты или районные маршруты, и в то же время поселковые маршруты, которые заведомо убыточны. Но плюс на минус дает хотя бы небольшой плюс. Так и здесь, привлекая инвестора, передавая ему интересные очистные сооружения и водозаборы, где за счет платы за подключение, за счет абонентской платы можно зарабатывать деньги, мы будем в том числе давать ему нагрузку, реконструкцию очистных сооружений и водопроводов в небольших населенных пунктах, в сельских населенных пунктах, где больших прибыли не получат, да в основном это убыточное будет содержание. Но это будет в рамках одной схемы происходить. То же самое и схема по обороту с отходами. Все хотят заниматься отходами в 30-километровой зоне вокруг Санкт-Петербурга, либо в городах. Но никто не хочет заниматься системно в целом по Ленинградской области, потому что все хотят получить приличный заработок, при этом поменьше вложив. Поэтому создав вот такую схему и получив регионального оператора, мы заставим всех игроков на этом рынке эту деятельность регламировать таким образом, чтобы не только зарабатывали деньги, но еще и инвестировали в мусоропереработку, а скорее всего будем привлекать серьезных игроков федерального уровня, чтобы нас тоже никто не обвинил, что мы тут какие-то между собой разыгрываем. Отнюдь такой задачи ни у кого не стоит, по крайней мере у меня. Поэтому Подпорожский район, я думаю, от водоканала только выиграет, как и многие другие районы. Есть те, кто сопротивляется, например, тот же Святогорск, потому что у них рентабельный водоканал, и что им, так сказать, входить в областной водоканал. Но только они не понимают, что на территории того же Выборгского района есть и убыточные водоканалы. И не случайно, например, глава администрации Геннадий Орлов, он занимает нашу позицию и понимает, что нужно делать единую систему. Спасибо. Александр Юрьевич, если можно, два вопроса. Один серьезный, другой не очень. Первый касается территории Мурина, Бугры, Новодевятки. Вы уже много о ней говорили. Насколько я понимаю, там проблемы в том числе связаны с тем, что, например, на прошлой неделе Градсовет не смог утвердить генпланы ни Мурина, ни Бугров, ни Кудрова, которые тоже неподалеку. Как будет решаться эта проблема, учитывая, например, что уже плотность жилья на этих территориях превышает нормативы. И очевидно, что жилье там продолжит появляться, все стройки не остановить. Второй вопрос не такой серьезный, как будете отмечать Новый год и какие-то, может быть, личные итоги года. Ну, Москвин уже отвечал на этот вопрос, обозначив мою позицию. Мы вынуждены принять решение, сейчас мы его до конца положим на бумагу, о создании зоны, прежде всего, Амурина, Новодевяткина, Бугры, зоны особого градостроительного регулирования. В чем проблема этой зоны? Я уже, отвечая на один из вопросов, сказал, что мы получили полномочия по градостроительной деятельности только в 2015 году, а реально начали работать в 2016 году. До этого все разрешения на строительство, в том числе утверждение ПЗЗ, генпланов, проектов планировки и застройки, занимались муниципалитеты. И если мы, например, утвердили нормативы плотности региональной 9 тысяч квадратных метров на гектар, то у нас в этой зоне доходит в некоторых местах плотность до 18 тысяч на гектар, то есть в два раза превышает наши нормативы. Но мы тоже не самоубийцы, не камикадзе, точно понимаем, что мы должны здесь действовать не как слон посудной лавки. Поэтому я предложил следующую схему. Там, где разрешения на строительство выданы, стройка идет и средства дольщиков уже привлечены, мы эти стройки будем совместно с компаниями строительными завершать, но немножко под нашу дирижерскую палочку. То есть мы будем сейчас те дома, которые уже в стадии высокой готовности, вводить, а вот дома, которые не в высокой стадии готовности, будем притормаживать, пока они не выполнят три наших условия. Первое – это строительство социальных объектов по нормативу. Второе – это проведение работ по благоустройству внутридорожной сети по нормативу. И третье – это подходы по дорожной сети по нормативу. В принципе, 90% строительных компаний с этим согласны. А вот там, где еще разрешение на строительство не выдано, и, естественно, средства дольщиков не принимаются, мы введем порядок зоны особого градостроительного регулирования, по которому будут подписаны соглашения, четырехсторонние соглашения – это мы, застройщик, район и поселение, по которому застройщик возьмет на себя обязательства опережающим темпом строительства вот этих трех вещей. Это инженерные сети, это опорно-дорожная сеть и социальные объекты. Таким образом, мы ситуацию выровняем. Более того, нам задают вопрос, мне уже задали вопрос, а вы не боитесь, что вы нарушите условия, которые выставили на указах президента, чтобы строить не менее одного квадратного метра жилья в год на человека? Это вот мы сейчас миллион восемьсот должны в год строить, мы строим чуть больше двух, там, два и два, например, и являются лидерами Российской Федерации. Мы посчитали, что у нас уже разрешений в целом по вот этой границе Всеволожского района, это от Бугров до Уткиной заводи, значит, на 9 миллионов квадратных метров. То есть, как минимум, на 4 года мы себя обезопасили от невыполнения, так сказать, указов президента, если будем жестко закручивать гайки. Но мы рассчитываем, что компромисс будет найден. Одно из условий компромисса – это выход на нашу плотность. То есть, мы предлагаем самим застройщикам инициативно, то, что они уже, им же планы уже утверждены, закон обратной силы не имеет, инициативно выйти на нас с просьбой, что они сами просят нас пересчитать им плотность застройки и вернуться на либо нормативы, либо, мы сказали, в отдельных случаях это норматив, плюс 25%, но не более того. Мы готовы даже поспорить поэтажности и так далее, но нам очень важна плотность застройки. Потому что плотность застройки – это потом нагрузка и на дороги, и на социальную сферу и так далее. Я надеюсь, что с нами согласятся, но те, кто не согласятся, ну, к сожалению, так сказать, не будут работать на территории Ленинградской области, потому что реальные механизмы в наших руках, и сегодня уже ряд компаний, вы знаете, по ним стройки приостановлены. Более того, последнее решение Грацетта – это как раз у нас такой, знаете, месседж, что, ребята, не думайте, что мы просто сказали, и не будем делать, вот мы вам завернули документы обратно, получите. Причем там интересантами выступали крупные компании, и мы даже им сказали, так сказать, смело в глаза, что, пожалуйста, если вы думаете, что у нас будет какое-то разделение там на белых, черных и цветных, их не будет, все одинаковые. Этот принцип, которым мы будем точно руководствоваться, принцип одинаковости. Тут как-то помню, с одним товарищем от журналистики обсуждали принцип Че Гевара как раз, это либо всем как мне, либо мне как всем, да. Вот здесь должен быть в строительстве абсолютно одинаковый принцип. Если мы начнем кому-то подыгрывать, а кого-то отыгрывать, ну, это опять приведет к плохой ситуации. Еще раз говорю, мы не сомневаемся в том, что мы действуем правильно. Но мы понимаем также, что не надо нас обвинять сегодня во всех смертных грехах. Вот то, что сегодня там сложилось, это решение, которое принимали на муниципальном уровне с 2006 по 2012 какой-то, по 2014 год. И даже еще в 2015 году, как я это называю, помните, ночь длинного пера, да, когда перед передачей нам полномочий, некоторые муниципалитеты им удавалось по 300, по 400 актов выпустить, так сказать, за одну, так сказать, предновогоднюю ночь. Это ж какой труд, это ж вот где рвение, то есть на другие вопросы столько рвения и стараний бы уходило. Спасибо. Что касается Нового года, традиционно буду встречать в кругу семьи, буду встречать дома. Единственное, что расстраивает пока, как и всех вас, это отсутствие снега. Хотя на самом деле уже елку украсили, подарки почти всем родственникам, близким, родным приобрели. Вот в этом году приобретаем такие шуточные подарки, но год петуха, что-то связанное с птицей и так далее. Значит, семья соберется все вместе, традиционно всегда семья собирается все вместе. Как всегда, значит, ощущения пока праздника нет, потому что приходится работать по 31 число включительно. Праздник появляется, когда уже садишься за стол и, хух, выдыхаешь. Ну, надеюсь, что появится возможность и на лыжах покататься, если будут хорошие погодные условия. Что по году уходящему, что для себя бы отметил личное, какие личные достижения. Ну, первое личное достижение, значит, то, что... Я уже с вами подвожу итоги года и достаточно открыто их и с хорошим настроением подвожу. Значит, это уже значит, что личные достижения неплохие. Год мы заканчиваем неплохо. И действительно, при всей своей критичности внутри, я понимаю, что все-таки движение, оно определенное вперед есть. Второе. Дети радуют, потому что зять получил российское гражданство, что для меня очень хорошая новость и для него. А вот младшая дочка стала получать призы на соревнованиях по стрельбе. Она профессионально этим занимается. Значит, старшая наконец-то задумалась о все-таки полноценной семье. То есть пора уже все-таки и внуков мне иметь. Правда, не знаю, насколько, так сказать, слова не будут расходиться с делом. Не знаю, значит, супруга реализует очередной проект. Я надеюсь, будет успешный после мультицентра. Это детский хоспис. И мы все помогаем, чтобы он состоялся. Надеюсь, что также семья и будет дружна и активна в следующем году. Наверное, все личное, что хотел сказать. Ну и завершая встречу, не могу не вас поздравить с наступающим Новым годом. Новый год всегда все-таки ощущение сказки. Мы всегда с вами проходим три стадии, когда мы верим в Деда Мороза, когда мы не верим в Деда Мороза. И когда мы сами либо Деда Мороз, либо Снегурочка. Я уже в третьей нахожусь стадии. Надеюсь, что многие из вас еще в первой стадии находятся. Хотелось бы, чтобы это было, чтобы мы все-таки верили в сказку, верили в Деда Мороза. Верили в то, что новогодняя ночь, она действительно волшебная. И мечты и желания исполняются. Я хотел бы, чтобы мы с вами продолжили конструктивное сотрудничество и в следующем году. Для этого хочу, чтобы все вы были здоровы, активны, успешны. Ну и, наверное, все-таки, учитывая, что год так тяжело заканчивается и трагически заканчивается, и ситуация в Турции. Я как раз был на переговорах в Южной Корее. И получилось так, что коллеги из посольства, они очень хорошо знали посла, потому что он работал до этого в Корее. И, конечно, такая ситуация трагическая. И вот ситуация, в чем мы начали сегодня, встречу с минутой молчания, чтобы таких ситуаций было в нашей жизни как можно меньше. И среди наших близких, и среди наших друзей, и среди родственников, да вообще среди россиян. Потому что и та же ситуация в Иркутске, когда столько человек погибло просто из-за преступности определенной группы, которые за рублем больше ничего не видели. Все-таки я считаю, что мы, россияне, мы должны все-таки больше быть душевными, чем коммерческими. Вот хотелось бы, чтобы, по крайней мере, так у нас было. С наступающим Новым годом! Спасибо вам большое.